Субтитры сделал DimaTorzok Одна часть заказа Сазон еще пришла, а другая не пришла Другая должна была прийти завтра, которая уже сегодня, потому что где-то уже около часа ночи Может быть даже около двух часов ночи, часов ночи, 15 марта И вчера была 14 марта, я значит поперлась туда на автобусе, дошла обратно до механки Думаю, сейчас, наверное, придет автобус, потому что приходит вдруг сообщение, что пришел вторая часть заказа Сазон Я посмотрела до автобуса еще прилично, до маршрутки примерно так же Но я решила обратно пилить, да где-то полпути И только я пошла, и понимаю, что это пришла та самая пора, когда надо с собой брать водичку в бутылочке И как бы это, пожрать чуть-чуть деду и дубу Так, по пути аптека, думаю, дайду до аптеки Там такая аптека, за которой зашел клиент, а она может вообще не появиться в ближайшие минут 10 У меня тут волосина окатся на очках А это и не волосина, это я чем-то испачкала эти очки Ну, короче, я уж думала, что у меня трещина на очках Думаю, вот триндец, я тут такая уже без денег, а у меня трещина на очках, слава дьяволу Трещины нету, в общем, я, короче, поперлась Думаю, сейчас на роще и пойду, немножко скажу угол И думаю, если зайду в аптеку, купить эскорбинку, чисто так, вот что-то, чтобы какая-то хуйня, да, во рту была Сладость, сладость, типа того Думаю, аптека же долго, пока там она шевелится, я там в оборок, нафиг уже крохнусь Думаю, по пути магнит, думаю, пока зайду в магнит, купить бананы воды Так на кассе надо стоять, мало ли, сколько там народу будет Тоже не вариант Думаю, зайти в пятерку, это на дорогу переходить Там в пятерке такая, какая-то не то, что атмосфера Ну, короче, я в этой пятерке даже в нормальном состоянии могу головокружение славить А в упрочном, так вообще, привет Пока, засывается Ну и думаю, ладно, как-нибудь до этого, дойду до Асона А там зайду в магазин, может, куплю в мясном, пью банан И в итоге я дошла до Асона кое-как вообще на автопилоте Собрала, значит, заказ, еле вскрыла эту коробочку Я тебе покажу, как это выглядело И сошла уже потом в кассамскую магазин и купила кусок сыра И какую-то, типа, пироженку, ну, вообще-то какая-то хрень Ну, в общем, я как-то это купила И понимаю, что я по идее вообще-то есть хочу Ну, как-то мне хватило сил Да, перейти обратно до остановки Ну, и, в общем, я приехала домой, поела И хлопать полежать отрубилась Там почти 30 часов Но так как я все это приготовила То решила, когда проснулась, поела И там частично посуду помыла Осталось нам только катить еще кое-что Что надо все-таки, наверное, раз описать АСМР, потому что ночью все-таки Тише, чем днем Кошка у меня тут пуянила Но я и оставилась без коридора И, может быть, она все-таки не будет сюда рваться Поэтому она вообще на балкон лорвалась Я говорю, Кошка, если ты ушла на балкон Это через полчаса только я тебя пущу А на балконе холодно Говорю, ты замерзешь Ну, в общем, как-то нашли компромисс Вот у меня тут сумочка от подписчицы С прошлого подарка С прошлого подарка на прошлой дыре Я с ней шастаю Тут у меня есть платок Можно сказать, практически шов моей сумочки Но, на самом деле, я хотела просто из нее доставать все, что я забрала Но в руку попался в первую дыре У меня тут будет 5 чаев примерно И еще 2 штуки Ну, как бы не чай Я сначала думала сделать абсурд 2 штук А потом дегустацию чая Но, короче, в итоге, то, что я ожидала Я думала, оно в коробочках будет Оно пришло в пакетиках И один пакетик немножко такой порванный Внутри упаковочного пакетика Поэтому я, наверное, просто потом отдельно сделаю Или обзор дегустации без АСМРа Каждого чая Либо все вместе Вот как-то так обозрю Ну, если ты хочешь обзор АСМРный с дегустацией То дай стейкабинты А может еще подписаться на Бусть И вот здесь будет облачко на этот АСМР Ну и так не только АСМР Короче Такой они Чайлун такой они 50 грамм Срок у нас не 24 месяца Гурман, базар У меня от них было 11 баллов И выгоднее, конечно, было покупать 100 грамм Но я что-то так подумала У меня и так куча денег ушло на все подряд Тут, ну, я тут Чиев купила Около 2 тысяч примерно Чуть больше, чем 1,5 тысячи Чуть меньше, чем 2 тысячи И поэтому я как бы решила, что можно списать баллы И у меня он стоил 188 минус 11 баллов Вот так Думаю, если понравится, то потом куплю уже 100 грамм У меня как? У меня есть один Куанин, но он одной фирмы такой Лефти В общем, как Земля этот коник Точнее, как у Луну уважение Есть такое Луну уважение от Конфурция Такая пушечка Вот он такой же Ну, в подзывах было написано, что он типа хороший По идее, это надо было взять ноженки Я чуть про них совсем забыла Можно было порезать И пакетик бы не было Ну, да ладно Артикулы я оставлю в новобоксе Все внизу И, скорее всего, еще в нашем закрепленном комете Церемонии А церемонии у меня есть, по-моему, пуэр Но он такой вот Хотелось бы сказать, как с носками На самом деле, не как с носками Вот бывает такой арбуз Вот он постоит дня 3-4-5 И уже такой слегка не совсем арбуз И вот бывает такой пуэр По шаре заваришь этот пуэр, он полтора суток постоит и такой, как арбуз Ну, в смысле такой, как слегка забродивший пуэр Запродивший арбуз Что-то такое Вот тут от этой церемонии у меня был пуэр И он по вкусу с первой заварки По запаху, как этот запродивший арбуз Ну, так, в общем, ну, такой специфический Первый залив Вот такой, как бы, первая заварка Слегка забродившего арбуза Или забродившего пуэра по шаре А вторая уж как-то Притягивается, нормально пьется Ну, по крайней мере, церемония Ну, получше, чем левти Который вообще, как земляю устала Левти нормальный Только, наверное, куцао Вот этот, который мне вообще не зашел Причинный чай И ройбуш, ну, ройбуш, мне кажется Испойки вообще нереально При этом левти Периодически, не знаю Может он всем подряд не только мне кидает Я один раз уже продала почву Эти 100 баллов, которые можно потратить Ну, если делаешь заказ за 400 рублей Тогда можно потратить эти 100 баллов полностью И в прошлый раз у меня что-то сиго Деньги переливаются Поэтому я продала почву Думала, если так ройбуш заказать Ну, а как-то у меня ройбуш есть И сейчас, как бы, я еще одну штуку заказала Я все ждала от вас, что надо, зрители На ручку-держалку для держа И чтобы можно было Ее, как бы, ну, она сама по себе питается Допустим, и телефон в другом месте Дистанционно управлять не по проводу А как-то более удобно Чтобы и телефон мог зарядиться При случае камеры Но не отождалась от вас помощь Но если что, вы можете Вот здесь вот будет облачко Поддержали Ольгу финансовую Поддержать меня финансово А если не можете меня поддержать финансово Но хочется как-то делать, мне приятно Можете подписаться на канал Если еще не подписаны Поставить лайк, дизлайк Или написать комментарий Или все вместе Ну и, короче говоря Я заказала за 6 тысяч Себе эту палку-держалку На Алиэкспрессу Официального представителя Компании DJI И вот она уже сегодня Из Китая Из Гонконга Уфиндюрила в России А так как у меня пенсия 17 тысяч Где-то 5 с чем-то идет за квартиру 6 с чем-то ушло на эту штуку То уже особо-то не погуляешь А я в этом году решила Не экономить уж совсем Так что ничего себе не позволять Ко в прошлом году, когда копила денежку На балконный блок Пластиковое окно В смысле И уже на эту диджайку Но большая часть Большая часть денежек у меня Благодаря вашим донатам до этого Где-то так вот Еще на день рождения Когда вы меня что-то кидали Те, кто кидали Спасибо У меня оплатилась И камера сама И там Большая часть акседуаров Не все, конечно Но оплатились Короче, я решила в этом году Не экономить Так что уж совсем все Ничего себе не позволять А В прошлом году Это было реально Что это две недели Сделала как-то с 200 рублей Это вообще был Жесть в деревне Но в деревне Все равно какая-то еда Нужна покупаться Поэтому я решила Как бы что-то купить себе Но При этом так оставить Чтобы и денежка была Нам пожить Потому что Я купила чай Но В прошлый раз я купила Семь всяких сиропов Там То, что давно хотела Какие-то вроде еще орехи Или что-то в этом роде Я уж не помню С прошлой пенсии В этот раз я себе чай Купила Тот, который давно хотела Давно хотела Некоторым намекала Но так Мои намеки не поняли Поэтому я решила Не ждать Умори погоды Дождалась пенсии Получила денежку И купила себе Заказала себе чай Который хочется Короче, церемонии Такой Ух Я сначала думала Его сейчас вскрыть А потом думаю Я его просто По АСМЛю А если вы хотите Реально вскрыть То я это сделаю С шау дегустацией Потому что Ну я его сейчас вскрою Вдруг он у меня Оттуда выспит Заказал Ну и потом Я без ножниц Мне эта фигня Не всегда нормально Вскрывается Не, я понимаю Что можно За ножницами сходить Кстати, мне интересно Где А, я вижу Другой Так 5 ноября 22 года То бишь 5 ноября 24 года Его можно пить Видимо Осенний сбор Скорее всего Что это у нас Вообще Изготовитель Изготовитель Петербурга Ёшкин кот Происхождение Провинция Вуцзянь Китай Чай Состав Чай Улун Декуани Возможно Слышно Как ветер Забывает А может Это не слышно Но у меня Как бы Кардиоид И пушка Короче Сзади Не очень Будет слышно А вот здесь Еще слышно Я бы у меня Какой-то СМР писала То ли с духами То ли еще С какой-то Пикней На кровати И сделала Частично Сбоку Сзади Этой пушки Совсем Забы Что Кардиоид Немного Другой Круг делает И у меня Руки Было слышно Хорошо Чтобы он Чтобы он Пригружен И так Кстати У той насадки Которые я заказала На джей Можно будет точно Так же Присопачить Вот эту Микрофон Пушкой Снимать Допустим Какой-нибудь СМР Там конечно Шикарный Микрофон Можно 4 Делать Микрофона 2 микрофона Или 1 микрофон Но я потом Это Допишу Там пару кусочков Обзор этой камеры И смонтирую Это выложу На канал И да Сейчас я Кстати снимаю Помимо 5 лампочек Сверху Еще с кольцевой Фиолетовой Лампой Ну РКПшка Она у меня фиолетовая Мне так Что-то прикольнее Если кто-то из вас Кто смотрит Не только за того Чтоб устную Словить Мурашку Чисто получить Какую-то информацию Ну мало ли Есть люди Которые Осиливают Это Вот Пусть и шепотом То Вы вот это Вот пили Дайте Ставить в комментариях Как оно вам Если Врук пили Оно Как бы Не видится Но оно Стоит Честно Здесь На самом деле Все Бал 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 Через какое-то время Заканчивают Срок Бал 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 что-то было подороже, и в итоге я решила просто взять 50 грамм каждого чая, если мне понравится, то может потом закажу шагу, а не тух чая, и еще какой-то чай, который я заказывала. Я забыла. Не, вроде у меня там только вот тот тоже туха чая, который пришел сегодня, как раз повторно я возвращалась когда-то на сон. И какой-то чай я еще хотела купить. Ну, короче говоря, там есть наборами по 980 чем-то рублей, по 30-40 грамм, 5 баночек, 4 точнее баночки какого-то конкретного чая, набора, но в некоторых там наборах было половина то, что мне хотелось, половина то, что мне не очень хотелось. Сянь-чжэн, ароматные иглы. Вот здесь вот оно как раз напомню, это тот пакет, который слегка просыпался. Тух чая сделан на 25 декабря прошлого года, и на 25 декабря этого года будет жить зеленый чай, китайский крупно-листовой состав происхождения чая, Китай, провинция Юнань. Изготовлено и упаковано в ассанов. Фиг знает где. Так, зянь-чжэн, ароматные иглы, один из самых простых и доступных по цене зеленых чаев Юнань. Первый раз вижу, как-то Юнань. Но вообще название китайские складывают в начальных упаковках. Данный сорт обладает мягким нежным ароматом, приятным вкусом. На самом деле, наконец-то, идем в игре он более зеленым таким. Когда понимаешь, что это, в принципе, пиво-чай, то он, соответственно, вот такой же, вот такой и будет. Тут какая-то такая зеленая печаль, но этот печаль не спасает пакет от того, что внутри вот тут где-то где-то прорвалось и просыпалась до 50 грамм. Я тогда думала, что оно на культуре было в баночке и частично в пакете фиг знает у кого-то в целом, у кого баночка, у кого пакетик. Я бы думала, что он придет в палочке. Либо, по крайней мере, все будут в пакетиках, но не просыпано. И тогда будет красиво сделать, допустим, дегустацию, абсурд сначала, потом дегустацию этого чая. Я думала, каждый чай из стеклянного стаканчика заводить, потому что у меня есть стеклянные стаканчики Лида. Ну, в смысле, из города Лида, этого завода Неман, когда я в Белоруссию ездила, хрен-то, как в каком году еще какой-то стеклянный стаканчик, чашечка стеклянная такая. Ну, короче, как бы есть стеклянная даже, чтобы можно было красиво заварить прямо в чашке, как бы, типа по-китайски. Так было бы быстрее, потому что чайников стеклянных у меня только два, один небольшой, который я регулярно использую, один на свечке на 700 миллилитров. Ну, когда забирала этот чай, то вот увидела, что он просыпанный и поняла, что, в принципе, уже так не сделать. Хорошо же еще тогда подумала, что влог не написала, думала написать влог, что вот забираю сделать ASMR и дегустацию, а потом подумала, что, в принципе, хорошо, что не написала, мало ли так это написала бы, а какое-нибудь что-нибудь опять не так случилось. Точно так же, когда я сегодня шла уже в роще, думала, что, блин, хорошо, что я не написала влог, что забиралась там Собираюсь записать видео АСМР, потому что иду такая полуобморочная Пришла домой, вроде как Все подготовила, вроде попустила после еды Но снова страсти Насыпается Сразу два страста У нас колодец дракона Лунзин Здесь все в порядке Мне кажется, бывают еще более ярко-зеленые Или такое, чтобы она не пила колодец дракона Но как я купила тут, как-то колодец дракона Хорошие все такое Хотя нет, в принципе, именно такой вот по цвету И должен быть, есть чуть посветлее, есть чуть потемнее Потемнее, это уже более такие Хреновенькие, короче, был у меня колодец дракона Один как земля Как раз от Левди Вообще пересушенный, тот самый, который называют Китайской сенчей, пораживаемся полное Дизлайк, дизлайк, дизлайк И это, а другой Вот заварка Отменная именно колодец дракона Цвет этого самой сухой заварки Тоже как колодец дракона Мокрые заварки Вот крутой такой хороший колодец дракона Но по вкусу он был Как ковченый чай Лапса к сушенку Который Это у нас сделано 5 ноября 2022 года И до 5 ноября этого года живет Луцзин Лунцзин Но его когда Луцзин Тзин называют Когда Луцзин Ну типа повышают, наверное, ц Лунцзин с ручной сортировки Колодец дракона Классический зеленый чай Собранный вручную золотисто-шелтый настой Имеет характерный вкус и аромат травяной свежести Чай зеленый китайский Крутористовой Китай Провинция Юнань Хранить при температуре от 0 до 25 градусов Так а тут тоже было прохранить что-то Да, тут тоже было прохранить что-то www.duh-chaya.ru Сайт Можно было потом туда зайти Говяну Чего у них есть вообще Без КМО Одинаковый китаюзец На голове такое странное У этого китаюза КОНЕКО divorced аромат торitis, куда тоже нравится. вот в баночках, которые в наборах меньше грамм, чем в пакетике ну, как бы это с одной стороны, может, там полочка-то вроде такая красивая, если верить отзывам к баночке, значит, 4 штучки стеклянные с крышечками и вот этот чай с одной стороны, если вам нравится, то можно купить, допустим, 100 грамм если у них 100 грамм, я сегодня не буду я только вроде, да, вроде было еще по 100 грамм с другой стороны, если хочется баночек красивенько так, то можно купить подороже, но поменьше ну, в принципе, там оно примерно по себестоимости выходило примерно так же, как и если бы я купила эти все чаи по 50 грамм но 50 грамм, там 50-50-50 грамм, там самый максимальный был, минимальный был 140 грамм это вот 4 сорта чая но все равно выгоднее покупать вот эти вот по 50 грамм только что здесь на баночке сургутная печать с этим самым китайцем, у которого на голове какой-то рога лосиные, еще чего-то такое прикольно прикольно сургутная печать ну, может, конечно, не сургутная печать то, что я хотела, оно у меня было в закладках на Асон недолгое время то, что у меня в закладках на Асон одно время стоило 550 600, 700, 580 я кидала скриншотиком в полушек в тележке, но никто мне не решил подарить этот чай, короче а это немножко другой чай я увидела долго-долго, думала об этом почему я не могу себе его купить я же покупала 400 рублей за 50 грамм 30-летние выдержки, думаю можно купить, содержит 400 практически грамм на 400 рублей те же 50 грамм то, что мне хочется, то, что давно-давно когда-то пила оно по форме тоже короче, оно похоже на кому-то не угодно по вкусу немножко похоже заварить по виду можно сказать, что практически вторая вариация колодца другого это у нас Тай Пин Хоу Куй Тай Пин Хоу Куй 20 февраля этого года созданный из которого 20 февраля следующего года живет это более самый свежий вот этот и как он там травяная аромат травяной свежий я не помню за счет аромата травяной свежий или травяная свежий каждого разное бывает иногда такая травяная свежий что и не захочется прям сина-сина солома ну что не ассоциируется с чаем колодец дракона потому что тыквенными семечками немножко должен давать насколько я помню по своим вкусовым ощущениям первый раз колодец дракона я познакомилась в 2012 году осознанно когда пришла в Ярославль для китайского долголетия и оставила там 6 тысяч тогда помню на чай ну так я просто первый раз когда я осознанно много денег оставила на чай сразу я хотела зенчи купить но у них не было зенчи но они мне посоветовали как раз сказать есть вот такие колодец дракона похож на зенчи только китайский по обработке японская зенчи это то же самое что колодец дракона в Китае и когда вам выдают под видом зенчи китайскую зенчи это самый барашный колодец дракона на самом деле это то что там вообще какой-то неликвид пересушенная брак чай зеленый китайский крупно листовой происхождение Китая хаукен я так поняла что это закупают и где-то вот в России оно по мешочкам по пакетикам китаянцы осторожненько как тут тут ничего нигде не было ну как тут пакетик было легче приводится в запах а тут запавен по всем этот пакетик запавен по всем местам чтобы не вскрыть просто так руками к сожалению я еще думала сейчас сорву этот пакетик кровь и покажу вам эти листики но я думаю вы их увидите если захотите когда я буду обслевать дегустировать чай думаю удобнее наверное но посмотрю может сделаю правда дегустацию запишу в каждой чашечке свой чай а может отдельно либо запишу отдельно и скомпаную какой-то полноценный на самом деле я хотела начинать это асмр с распаковки немного другого товара но он видимо на самом дне в сумочке это у нас четвертый чай уже и третий это той же фирмы смотри как я светски ее вскрывала она была так заклеена и запакована что вот так вот так же сзади что я ее разрезала а она не открывается я вот здесь ножиком провожу а она не открывается в общем чай зеленый китайский Лу Ань Ко А Пянь тыквенные семечки а тыквенные семечки это вот это я перепутала пардон вот лу Ань опять тыквенные семечки лу Ань тыквенные семечки тыквенные семечки что типа Лёля я знаю лучше ты в этом ничего не понимаешь у меня есть одна подписчица ну есть короче подписчики которые вот знаете читаете людей каменты такие зрители и они меняют себя вот я в этом разбираюсь лучше чем ты а ты сидишь так в смысле я сижу так и думаю ха 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 да 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 ну когда ты в чем-то понимаешь и молчишь об этом и выпендриваешься на каждом углу и при этом видишь человека который выпендривается и не особо в этом понимает а тут другой вариант вы можете ну есть люди которые считают что вот путаться в чем-то нельзя если человек в чем-то путается значит он в этом ничего не понимает не может там что-то если о чем-то забыл то это уже человек типа тут такой не такой человек неплохой человек типа вот над ним надо нам смеяться так вот если вы из тех людей которые манят себя чем-то таким высоким и еще досмотрели до этого и не уснули при этом ну можете в каменты повобить что я лучше тебя знаю ты вот тут все перепутала а тын а тын а тын а тын короче вот я тут скажу я была в состоянии была обморочна у меня вот голова реально так кружилась шрать хотелось а голова кружилась нисколько даже шрать хотелось просто реально так что-то обморочна было очень хреново ну и этот она еще так запакована была мне еще частично очки западили хотя на улице не холодно мне чисто самой жарко было и вот в итоге я ее вот так вот вскрыла она сейчас тоже примерно вот так вот вот а здесь у нас я на баночке смотрю думаю где сейчас срок годности написано на упаковке думаю где упаковка потом на коробочке увидела сделано 20 февраля 23 года и 20 февраля следующего года оно должно выпиться вот как раз вот эти и тот и другой предоставлены на озоне не варились ну в смысле эти чай но я не помню вот это баночке там в баночке была только на озоне луаньку опять тыквенные семечки один из лучших зеленых китайских чаем особенность чая в отсутствие чайных почек и черенков только листы только листы а тут у нас почка и листики а тут по идее листики но иногда встречаются еще и с палочками но если с палочками он встретился то это вот та самая бараша которая обычно ведется китайскую санчу зеленый чай состав чай зеленый китайский крупно листовой происхождение чая китай провинция Юннань 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 где-то тут это другая это не Юннань так еще Юннань а это у нас вообще кто а это в утиянии в общем у нас в утиянии четыре Юннань и Хоуген так тут чая сготовлена и упакована о-о-о-о вообще тухучая а тут у нас не о-о-о-о тухучая тут у нас какой-то чувак другой фасанов хозяин этого тухучая тут такая же вот фигнюшка покатимчик тут у нас и вот это вот то бишь вот здесь начало наклейка 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 получилась как-то вот так вниз в общем коробочка не знаю почему не эту тату будет собаченную наклейку чтоб я знала до какого этапа хотя у меня тут есть года на два на три просроченный японский чай пакетика который мне приятен писал в японии хрен знает в каком году еще таковидном и я про него забыла он что-то у меня не зашел муки чай муки чай муки чай ячменный только у нас обычно ячмен это молотый обжаренный имендация кофе бисковина а у них вот этот дичьменный чай такой вот просто в пакетиках но он немножко отличается по вкусу и он у меня сначала не зашел потом как-то что-то мы то ли по телеке по видеосвязи общались то ли просто по телеке аудио общались я говорю что тут у меня тут есть хатамуки дяй дяй он в общем как бы просроченный мне и было сказано ты что думаешь он как-то испортился или еще что-то так вот к тому времени к тому что если вдруг я не смогу это осилить вдруг за раз ну в смысле за год какой он клевый блин он такой темно-зеленый вообще ближе к изумрудному в общем он темнее чем вот эти два но блин обалдеть короче вот фанат чая чайная львия лёля короче если я вдруг его по какой-то причине не осилю за год то я думаю с ним ничего плохого не случится а нет оно крышечкой кверху было потому что вот здесь одна шанс лет остался когда я пыталась это вскрыть чуваки-производители я конечно не уверен что вы асмр это будете смотреть но надо как-то запаковывать все-таки так чтобы можно было коробочку вскрыть не поранив крышечку тут крышечки по крышечке нашу получилось провела пчалька ну ладно на крышечке такая же наклеечка в принципе крышечку да я не прорезала то есть смотрите коробка такая очень сильно заклеена была неудачно так вот упаковка вот это я вот тоже прорезала вот здесь вот но коробка при этом сама я её не смогла открыть мне ногтями пыталась бы в итоге я ноготь один сломала поэтому мне пришлось их подровнять чтобы более-менее ровные все были вот это чай я несу ещё две какие-то досочки вот картонки выписались на самом дне так вот я ожидала что эти чаи тоже будут в таких вот баночках но они оказались не в баночках львы 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 вот вот это можем скрыть какая лапочка вообще тюхучая львы 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 так он пахнет думаю блин я никогда чай не нюхала ладно там еду понюхать когда Если вы хотите узнать, как это пахнет То приобретите себе вот такой чай А пофигеть вообще А здесь громче получается Хотя, если у них есть баночки для 40 или 30 граммов чая То они, наверное, чуть поменьше, чем вот это Потому что они как бы полные И вот этот чай там где-то есть на более 30 граммов А тут 50 граммов это получается Значит, баночка чуть поменьше должна быть Это еще не конец Целых полкило тыквенных семечек Я где-то года-полтора смотрю периодически на тыквенные семечки Думаю, блин, у меня есть тыквенные семечки, правда, в шкурках Можно немножко порезать, очистить и пожрать Но у меня кошка вот эта очень любит тыквенные семечки Семечки этого кабачка Причем и в сыром, и в сушеном виде Только так трескает У меня сушеные семечки Есть тыквы лишь одна Ну, в общем, в мисочке такой На балконе Нет, ну, как-нибудь Ну, давай не сушеные, короче, были Думаю, просто положил туда Достану, пошелушу и поем Выпустил окошку погулять на балкон Смотрю, думаю, что-то это как-то Чего-то забирало Смотрю, как-то семечек поуменьшилось В общем, ну, что, лежит Жрать не просит Хотя ничего не говорит Значит, можно пожрать А как-то я цветы поливаю Смотрю, на балконе шрастала И она так по подоконнику С другой стороны балкона Хлоп-лоп-лоп-лоп Ну, окна как раз этого Балконного блока И так в наглую шрет семечки На меня посмотрела Ну, типа, я ничего не говорю Я думаю, да ладно, хрен с тобой шри Я так уже поняла, что ты их шрешь И подумала, раз кошка шрет семечки Думаю, ну, что я буду лишать кошку этих семечек Не бедная же я совсем Я купила себе 246 рублей Кажется, полкило Это самое дешевое Ну, самая дешевая цена, которую я нашла На зоне вайпериз Это вот на вайпериз Полкило семечек Тыквенных чищенных Семена тыквы очищенные Семена тыквы урожают От второго года Другого насти 12 месяцев Упаковано 2 января Этого года 500 грамм Стейнеджерлс Ну, а лист Натурал Натурал, натурал Где-то у нас в Москве упаковано Даже не в Москве, а Московская область Б Поселок Сосин Сосинск 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 Солоненькую палку Тут как бы пакетик А, упаковочная Внутри еще пакетика Ты будешь встретить Шаля без ножниц За ними надо идти я думаю их немного поесть может на части делать урбич вот зрители я не знаю слышат этих злонов или нет но сейчас около 3 ночи что можно так громко делать 3 ночи я вот асмр пишу и то тихо после чего я собиралась делать начало этого видео но оно оказалось на самом деле кайлаш-живан у меня наконец-то закончилось вот тот кайлаш-живан который я на Вайт-Призмашемке купила для животных может он и нормальный для животных стали делать кайлаш для животных но там внутри была жидкость водичкой у меня сколько попадалось кайлаша если там отделялась жидкость перемешала снова загустело там вот эта водичка задержалась где-то чуть меньше половины баночки я ее выливала вылила в итоге потому что ну как бы она льется выливается не намазать ничего и по узорам я поняла что это вся партия такая барашная была от этого Джона Молли я помню когда обзор делала я думала что это не Джон Молли а другая какая-то лицензия и там написано было на вайбере что самые свежие сроки годности оказалось срок там такой так себе до конца этого года совсем вовсе не свежий и короче говоря ну мало того что для животных у него немножко другая консистенция он не впитывался совершенно он конечно голову помажется не сильное облегрение оно помогало кошка вот поэтому льется голос но он не впитывался кошка становалась жирная какая-то неприятная пленка он вообще вот он конечно не помог зажарить у меня была такая тут рангая когда за кошкой неделю с лишним назад убирала туалет ну а только ее в туалете то случайно рукой шарахнулась прямо опугал дверцы шкафчиков под ванной ну и соответственно до крови посередине ей жизнь снесла ей собственной блин и этот меня конечно помог этот кайлаж он на береги все там промывала то все кремом целую неделю с лишним не мазалась потому что когда даже крем-тай ног на ноги наносила руками то начиналось сразу сжение вот раньше крем-тай ног тот самый который потом вот в баночках был в уходе на этот месяц интересно глянь этот уход на март 2023 года если он наносился на ногу и там какая-нибудь ранка была или на руке попадала то ничего не щипало и все хорошо было все-то даже лучше даже помогало соживлять а тут очень сильно растирало и мне приходилось руку смыло мыть потом береги все мазать и уже кайлашем и короче я вот из-за этого не пользовалась кремами для рук чисто кайлашем он не впитывался до конца но все-таки ранку он мне помог заживить и в общем какая-то проконная левая фигня которая по сайту даже написано что типа чуть ли не изготовляется в России по лицензии из где-то Индии фиг знает что это за хрень я еще сиди потом посмотрела местами писалось что кайлаш для животных типа существует но только на русском может быть конечно в Индии самой тоже есть этот кайлаш для животных фиг знает но про то что он для животных я вообще увидела только уже когда дома когда уже монтировала это видео после того как сделала абсур ну короче в общем я смотрела нормально уже кайлаш в этот раз я внимательно смотрела и на хуцевый и на все остальное 160 грамм 335 рублей кажется он был сначала думала маленький бочонок ну 30 грамм купить а то мы разница в цене короче качество количество в 2 раза больше разница в цене на 100 с чем-то там рублей и купила за этот большой ой 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 я тут сделан он ноябре 22го года и сроком так тебе 25го года тут на английском и на индийском это не импортёр ноябре 22го года это чисто индийский это индийский для индийского потому что я тут не вижу этого импортера Джона Мойли на мое счастье я ничего против Джона Мойли не имею но вот последнее что я покупала от этого Джона Мойли для людей которое казалось что вот как-то меня впечатлило и тут реально хорошая сроконность ноябре 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 к сожалению не успеть потому что ножницы у меня там не я понимаю что могу встать за них но я открыла я открыла спорочку не делайте это называется и делайте это дома сами делайте это с ножницами коробочка прости что я с тобой так зверски поступила может может заодно показать что у меня осталось в этой сумочке 2023 год что в моей сумочке чаще всего я хожу либо с тюксачком но еще более чаще я хожу с этой сумочкой так это у меня чек я кидала 200 рублей на транспортную карту причем даже не себе судя по дате этой самой по сумме да я тут на почту ездила в прошлую субботу и наша почта переехала в солнечный цветочного хотелось сказать на механке отдельной почты никогда не было короче почта переехала на 3 месяца из-за ремонта опустим вызова подробности с цветочного в солнечный ну и в солнечном просто как бы почта сама по себе есть а чтобы положить денег на транспортную проездную карту надо señor плотно на ладу платочек деньги на пущу, а потом проехаться обратно. Так вот, я ездила со своей картой, картой близкого родственника, чтобы денег кинуть ей мне. У меня тут чек от этого отваляется. Лоточек. Как ты знаешь, уже был там. А еще я периодически, если вижу, покупаю жидкие кормы, подкармливаю уличных котиков. Есть одна черная кошка, которая мне нравится. Но я ее редко вижу. А еще есть котик Вася. В принципе, черная кошка у меня, возможно, до того еще, когда уже исчез кишка, еще не появилась арийского и у меня несколько видео снимало и на телефон, и на камеру. Но как-то руки не дошли смонтировать кошек, которых я периодически кормила. И вот черной кошки может быть и нету, шорцы. А котик Вася периодически бывает в шорцах. И вот этот котик Вася, который в прошлый раз вообще отозвался на имя Вася, его как-то, ну, он как-бы говорил у Васи, но с глаза я как-бы не думала, что он реально откликается на Васю. Он мне Вася, Вася, а он подпишал. Так вот, у меня еще, ну, я как-то купила сразу несколько пакетиков в магните этого жидкого корма. Корм консервированный для кошек с курицей в соусе. Дополнительный корм к основному рациону для кошек старше одного года. И этот корм у меня, вот этот именно пакетик у меня вообще в холодильнике лежал. Просто что-то я брала оттуда, куда-нибудь шла, брала с собой пакетик корма и в сумку ложила. А тут получилось так, что что-то мне котики давно не попадались. Я, соответственно, корм с собой не таскала. Как-то часто к Вася периодически попадался. Идешь в магазин он светит у магнита, я покупаю. Принем, вот, ну, специально беру с собой. Покупаю еще и пакетик корма. А как дашла, смотрю, Вася, светит у магнита. У меня вообще ничего не было. Я пошла в магнит, купила этот пакетик корма и дала Вася. Поддержала, что надо пакетик корма из похолодильника застать. Положили в сумочку. Ну, как бы, таскаю. И вот это последний пакетик корма, который у меня еще в сумочке таскается. Так как он еще в сумочке, это значит, что Вася мне еще не попался. Или черное окошко тоже. Конституционный корм для кошек с курицей с осью давью. 85 грамм. Без красителей. Витамин А. Без ароматизаторов. Витамин Д. Вот. Так что, зрители, тебе в курсе, если еще не знала, что я подкармлив уличных котиков. Не могу пройти мимо голодной кошки. Хотя, котик Вася, когда я сюда только переехала в апреле прошлого, в апреле 2018 года, в общем, 14 апреля этого года будет 5 лет, как я здесь шел. Когда я только сюда переехала, был маленький, такой, тоненький, тоненький котеночек. Такой, ну, не котеночек. Котик, может, года два ему там было. Такой маленький, такой был. Худенький, щупленький. Мне его так жалко было. Я потом встретила женщину, которая сказала, что его зовут Вазя, и она его пыталась к себе брать, но он дом. В общем, неделю у него шла, потом сбежал. В общем, уличный такой котик. Как бы не против, чтобы его покормили, но при этом никому в квартиру не пойдет. Не знаю, где он живет, под теплотрассой или еще где. А потом, последние годы, когда он так расширел, вообще, такой котик Вася, классный капачок. Так вот, вот этот кормик. Там еще одна кошечка была, такая пестренькая. Я вчера разбиралась на комбе, уже было часа позавчера, потому что установила новую Linux, Linux 2, Linux Minpante 21.1. Вера вышла. Недавно, вообще, конце декабря прошлого года, кошкам голос пытаются, кошка, подожди, я сейчас тут оделаю, тебя пущу. Ну, короче говоря, и там была кошечка такая, она до того, как стала рожать, она была такая маленькая-маленькая, такая, а потом что-то началась, стала рожать, ее как-то раздуло, я ее тоже как-то не узнала. Я с той стороны сейчас редко гуляю, соответственно, ее не вижу, но она, по ходу дела у меня была на каком-то видео. В общем, надо скругляться, то сейчас будет шумно, так она будет сюда ловиться. Наверное, на микрофон все равно буду ловливать, я не знаю, или нет этот звук. В общем, нет, это надо будет до 11 ноября 24-го года какому-нибудь котику сформить. Можно сказать, два в одно. Обзор заказов с сонной вайперси. Что в моей сумочке? Как бы тут так шлек, периодически кладется, еще телефонный, если я куда-то иду, перчатки, либо рукавички, ключи, ключи обычно с собой таскаю в кармане, ну, в общем, а еще иногда какой-нибудь пакетик, ключи на случай, если в какую-то сумочку все не влезет. В общем, такой у меня обзор с сонной вайперси. Напомню, что артикулы будут в инфобоксе, а также постараюсь сделать в закрепленном комментарии. Если вам что-то вот тут понравилось, и вы хотите, допустим, чтобы я это повторила, дайте знать камера, то, если вы хотите какой-то другой АСМР, то можете подписаться на бусте, это вы мотивируете меня, как бы писать АСМР. Во-первых, это всего лишь 200 рублей в месяц, 2-3 АСМР стабильно в месяц будет у вас по платной подписке на бусте. Почему на бусте? Потому что, как бы в России модернизация до сих пор еще запрещена. Ну, в смысле, это отключена спонсорская подписка. Ну, а на YouTube бусте всего лишь 10% России берет, а на YouTube 45. Если, допустим, вы оформляете подписку, не будучи в России, на спонсорскую подписку от мне. Ну, а если вы не хотите не то, другое, а при этом хотите какой-то конкретный АСМР, а я, значит, тут не пишу. Напомню, что ролевые АСМР я еще до них не сосвела до сих пор. Ну, а если вы хотите АСМР, допустим, с картами Ленормана или что-то в этом роде, вы можете просто мне задонатить звуководный вабокс. Вы меня подпотрите, мотивируйте это делать и вам хорошо и мне нормально. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вы словили мурашку и отрубились. А если вы еще по какой-то причине досмотрели до этого момента и еще не отрубились, может быть, вы не любите АСМР, но хотели посмотреть, пересилили себя и досмотрели до конца, то вот вам потоки сна. Спите, спите, спите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.